Для многих череда майских праздников это повод расслабиться и отдохнуть, только не для правоохранительных структур. Для них последний месяц весны – один из напряженных в году. В преддверии длительных выходных Вениамин Кондратьев провел заседание комиссии по обеспечению правопорядка в регионе. В зале – представители силового блока края и руководители профильных ведомств. По видеосвязи – главы районов. На совещании губернатор напоминает о личной ответственности каждого за безопасность жителей и гостей Кубани в предстоящие дни. Чтобы контролировать обстановку в регионе, будет отдаленная станица или крупный населенный пункт, в крае по поручению главы региона организует оперативный штаб. Начиная с 27 апреля, прошу и правоохранительные органы, и МЧС перейти на усиленный режим работы. Праздники, есть праздники, но праздники нужно тоже обеспечить. Поэтому для кого-то праздник, а для нас это работа, усиленная работа. Подготовьте постановление о создании краевого штаба. Дело. И этот штаб должен быть таким координирующим и обеспечивающим взаимодействие всех правоохранительных органов, в том числе и органов местной власти, жилищно-коммунальных служб, служб скорой помощи. В целом, этот штаб должен понимать, что происходит в той или иной точке станицы района города в период прохождения праздника. И главы муниципальных образований прошу, чтобы в районах организовали штабы, которые круглосуточно будут работать в период праздников. Подготовка к майским праздникам уже в самом разгаре. Тотальная проверка безопасности идет на вокзалах, в аэропортах и торговых центрах. Особенно внимательно прокурор края просит отнестись к дорожной безопасности. Правоохранительным органам необходимо сконцентрироваться на тех плановых мероприятиях и скоординировать свои усилия по предотвращению различного рода проявлений экстремизма, террористической защищенности объектов, железнодорожные, автовокзалы должны браться на особый контроль. Органам ГИБДД обязательно свои усилия на проверке автотранспорта, который въезжает в наш край. Необходимо усилить и подходить к этому неформально. Вот это очень важно. В торжественных мероприятиях примут участие свыше миллиона человек. Важно, чтобы от праздников у жителей и гостей края остались только приятные впечатления. Всего в регионе запланировано около двух тысяч концертов, митингов и шествий. Охранять порядок на улицах полицейским будут помогать казачьи патрули и народные дружины. В период проведения римайских праздников планируется задействовать свыше 14,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел. А также 560 курсантов Краснодарского университета МВД России и 753 сотрудников Росгвардии. В целом около 9 тысяч представителей общественных объединений правоохранительной направленности, в том числе добровольной казачьей дружины. Сергей Александрович, вы вместе все-таки координируетесь, чтобы у нас не было скопления и полиции, и казаков. И все вместе это вызывает непонимание людей, что они все вместе стоят. По большому счету, лучше их рассредоточить и добиться максимально качественного патрулирования и большего охвата мест, где будут проходить праздничные мероприятия. И когда они кучкуются, вот так в народе говорят, то есть это территория, где все проходит, живет сама по себе. Поэтому с пониманием того, что задача обеспечить безопасность проведения мероприятий, а не просто постоять в сторонке даже в большом количестве и провести время. Тут абсолютно разные задачи. Поэтому акцентируйтесь на это. Не менее важный вопрос. Транспортная логистика. На время праздников на дорогах края в разу увеличивается поток автомобилей. Поэтому на трассах и оживленных улицах по всей Кубани организуют патрулирование нарядов ГИБДД и ДПС. Люди не должны терять свое время в заторах и пробках, добавил губернатор. Что касается 1 мая, что касается особенно Пасхи и Радоницы. Мы уже люди опытные, мы знаем маршруты. Вот ту активность населения, которая по этим маршрутам возрастает кратно в период этих праздников. Поэтому вот здесь надо продумать еще раз и организовать беспрепятственный доезд людей. Организуйте таким образом логистику движения, чтобы не стояли километровые пробки. Продумайте кольцевое движение. Вы все местные, особенно на местах, я к главу муниципальных образований обращаюсь. Коллеги, вы лучше меня знаете, что нужно сделать. Здесь надо совпадать напережение. Подумать еще над этой логистикой. И пешей логистикой, и транспортной логистикой. В вопросах обеспечения безопасности не должно быть формализма, напомнил собравшимся губернатор. Все службы, которые переходят на усиленный режим работы, от врачей до полицейских, должны работать как единый механизм.